Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1034. Нас просят составить числовое выражение и найти его значение. Итак, первое выражение у нас будет иметь вид разность куба числа и квадрата числа. Итак, куб числа минус 5, запишем, минус 5 в кубе. Разность, значит, действие между ними будет вычитание. Минус. И квадрата числа минус 8. Минус 8 в квадрате. Итак, обратим внимание, что сначала выполняются возведения в степень, а потом вычитание. Минус 5 в третьей степени. Это минус 5 умножить само на себя, так что множители будет 3. Это нечетное количество множителей, поэтому знак будет минус. Минус 5 в третьей степени. Минус. Это действие. Теперь минус 8 мы возводим в квадрат. Любое число в квадрате – это число, умноженное само на себя. Другими словами, мы будем находить произведение двух чисел с одинаковыми знаками. Это будет число положительное, поэтому достаточно просто 8 возвести в квадрат. Итак, минус 5 в третьей степени. 5 у 5 – 25. 25 умножить на 5 – это 125. Минус. 8 в квадрате – это 64. Для того, чтобы найти разность этих чисел, вычитание заменяем сложением, а вычитаемое на ему противоположное. Противоположное для 64 – минус 64. Складываем два отрицательных числа. Сумма двух отрицательных чисел. Есть число отрицательное. Ставим знак минус. А модули складываем. 125 плюс 64 – это будет 189. Мы справились с вами с первым заданием. Второе задание. Разность квадратов чисел нам нужно найти. Разность квадратов. Итак, квадрат – это вторая степень. Значит, минус 1 целую и 1 треть мы возводим в квадрат. 5 шестых мы возводим в квадрат. И нам нужно найти разность этих квадратов. Итак, для того, чтобы найти квадрат числа минус 1 целой и 1 трети, нам нужно вспомнить, во-первых, что в квадрате любое число – это число неотрицательное, поэтому достаточно найти квадрат числа 1 целой и 1 трети, а для этого 1 целую и 1 третью превращаем в неправильную дробь. Это будет 4 третьих квадрата. И 5 шестых квадрата. Это 5 шестых, умноженное само на себя. При сдвине двух чисел с одинаковыми знаками число положительное. 5 в квадрате – это 25. 6 в квадрате – это 36. 4 в квадрате – это 16. 3 в квадрате – это 9. Мы находим с вами разность дробей с разными знаменателем. Для этого нужно привести наши знаменатели, наши дроби к общему знаменателю. Дополнительный множитель первой дроби будет 4. В числителе будет 64. В знаменателе 36. Минус 25 в квадрате – это 6. Знаменатель дроби переписываем. В числителе от 64 отнимаем 25. Получаем 39. Выделяем целую часть. Это будет 1 целая. 1 целая и 1 двенадцатая. Рассмотрим третье задание. Нам нужно найти с вами разность произведений двух пар чисел. Итак, разность произведений к чисел. Итак, первое произведение будет минус 1,2 умножаем на минус 0,4. Второе произведение у нас будет 1,6 умножаем на 0,6. И нужно найти разность этих произведений. Итак, давайте мы рассмотрим с вами, что мы будем находить с вами произведения двух чисел с одинаковыми знаками. В произведении двух чисел с одинаковыми знаками число положительное. Поэтому достаточно найти произведение модулей. Итак, 1,2 умножаем на 0,4. Для этого 12 умножаем на 4. Получаем 48. И отделяем два знака запятой. Получаем 0,48. 1,6 умножаем на 0,6. Для этого 16 умножаем на 6. Получаем с вами 96. И отделяем два знака запятой. 0,96. Мы от меньшего числа большее число умеем отнимать таким образом, что уменьшаемое переписываем. Вычитание заменяем сложением, а вычитаемое ему противоположным. Минус 0,96. Теперь сравниваем модуль. У второго слагаемого модуль больше оно отрицательное. Значит и сумма будет отрицательная. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 0,96 отнимаем 0,48. Получаем 0,48. Рассмотрим четвертое задание. Итак, в четвертом задании нас просят найти произведение суммы чисел и еще одной суммы чисел. Итак, составим сумму первых двух чисел. Это 2,8. Мы складываем с числом минус 3,4. И вторая сумма. Минус 1,6 плюс 4,2. И эти суммы нам нужно найти их произведение, иначе мы их перемножаем. Итак, в первых скопах у нас сумма двух чисел с разными знаками. Сравниваем модули. У второго слагаемого модуля больше. Оно отрицательное. Значит и сумма будет отрицательной. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший модуль. А 3,4 отнимаем 2,8. Будет минус 0,6. Опять же у нас с вами сумма двух чисел с разными знаками. Но на этот раз больше модуль у второго слагаемого. Оно положительное. Значит и сумма будет положительная. А теперь из большего модуля вычитаем меньший модуль. И получаем 2,6. 2,6. 2,6. И теперь нам осталось перемножить эти два числа. Итак, мы видим с вами что? Что у нас перемножаются два числа с разными знаками. Значит произведение будет отрицательное. Ставим знак минус. А числа модуля перемножаем. Итак, 2,6. Умножаем на 0,6. 6 умножаем на 6, 36. 6 пишем 3, запоминаем. 2х6, 12. И 12 плюс 3, 15. И отделяем два знака запятой. Получили минус 1,56. Все, мы с вами справились с нашим заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. Спасибо.